Даже не буду пытаться подбирать никакие красивые слова. Красный Лиман останется славной страницей в истории русской армии. Если вы мне в 145-й раз напишите, что Лиман оставили, что я должна... Вот что вы от меня хотите сейчас, да? Друзья, всем привет. Ну что, в Лимане все хорошо. Туда зашли ЗСУ, украинский флаг развивается над Лиманом. Лиман — это Донецкая область, стратегический город. Ну и это открывает дорогу, и вот, Луганск, Украина на нашу Луганщину. Ну и, конечно, начался страшный войн о болотах. Сейчас расскажу вам, что несут пропагандисты, как они уже грызут друг друга. Там уже и Дон-Дон Гондон Кадыров, и Стрелков, и повар Путина уже на сцене. Там конкретное Рубилова. Я думаю, важно за этим следить, и для вас все это собрал, поэтому подпишитесь и поставьте лайк, чтобы другие тоже увидели этот материал и получили эту информацию. Ну и не забывайте, что все средства от монетизации канала идут на петрымку Сбройных Сыл Украины, и как раз чтобы больше наших городов из Кореи освобождалось. Поэтому давайте, помогите мне помогать нашим ЗСУ. Поехали. Итак, Лиман освобожден. А они, конечно, просто воют, потому что они обманывали, как обычно, людей. Рассказывали какую-то чушь, что у них там сражаются, что это все неправда. Идиотские какие-то посты Пушилин делал. У нас все хорошо, никто ничего. А есть у них еще такой клоун, генерал Гурулев. У него там одна, видимо, улишняя. Гурулев, видимо, вот как раз из этого ведомства. Он еще и депутат Госдуры. Так, в общем, он у них там активно ходит теперь по эфирам. И 30 сентября он у Скобеева рассказал. Все хорошо, все под контролем. Лиман наш. Вот. Ну, а 1 октября уже понурый, унылый у Соловьева. Вот, да, оставили. Посмотрите на этого клоуна. Но Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Что происходит? Я не могу объяснить сдачу Красного Лимана. Отличный ответ. Не могу объяснить с точки зрения военного. Ну, а еще один клоун подоляка и урод. Тот вообще сказал, что хорошо, что еще 30 сентября не оставили Лиман. Просто уникальный. Посмотрите. Войска сдали Красный Лиман и это шли на новые рубежи обороны. В целом, то, что все идет именно к этому сценарию, говорила уже ситуация, оперативная обстановка по состоянию на вчерашний день. Вчера в своих тех обзорах на телеграм-канале я говорил, что вполне могли наши войска сдать Лиман и вчера. Ну и, друзья, удивительное рядом. Даже Министерство обороны России признало, что они отступили из Лимана. Ну, как отступили, знаете. Отступили в основном в пакеты и в украинский плен. Больше видео об этом зайдите ко мне на телеграм-канал. Тоже, кстати, подпишитесь. Потому что в ютюбе я многое не могу выкладывать, а в телеграме можно. Поэтому там много интересного на эту тему увидите. Ну и поднял голову Рамзан Кадыров и говорит, я знаю, кто виноват. Вообще заскулил, говорит, это генерал-полковник Лапин, который вот недавно испеченный герой России, который руководил обороной Лимана, он во всем виноват. И теперь пусть рядовым идет с автоматом в руках смывать кровью, позор. И вот это вообще уже интересная открывается, друзья, тема. Итак, кто же такой Лапин? Ну, он руководил обороной Лимана. Правда, как говорит Кадыров, руководил за 150 километров от Лимана, что он даже не появлялся. Это интересно. Кроме того, это тот самый, который командовал российскими войсками при взятии Лисичанска. И за это получил от Путина звезду героя. Вот, но теперь Кадыров говорит, что он поставил там одних мобилизованных ЛДНР. И он сразу говорил, что это неправильно. И он докладывал, и он это сказал и Герасимову, начальнику генштаба России. Но никто его, великого Рамзана, не послушался, стратега. И вот имеем. То есть он открыл рот и на Герасимова сразу тоже, вы поняли, да? Причем он так жестко открыл рот. Кстати, и Стрелков Гиркин, понятно, тоже там сказал, да, да. Ну, это понятно. И вылез Пригожин, новая звезда российского политикума и военного дела. То он зэков собирал под тюрьмом, теперь он уже супервояка. И он говорит, да, да. Говорит, Рамзан красавчик. Ну, спорить не буду. Тут у Пригожина, похоже, свой вкус. В общем, да, и он во всем прав. И всех этих генералов автомат в руки и на передовую. Ну, прямо, прямо, друзья, бунт. Ну, вообще у них получается интересно. Ведь Лапин, это еще и любимчик Путина самого. И вот они уже и тут подбираются. Очень, очень, друзья, интересно. Посмотрим, чем это все продолжится. Ну, и, конечно, это означает, да, кто в лес, кто под рова. То есть все абсолютно, ну, перегрызаются друг с другом. И у них есть Кадыров с его тикток-воинством. Есть Золотов, бывший охранник Путина, глава Росгвардии. Есть Вагнер с его зэками. Есть фанерный маршал Шейгу с регулярными войсками. Есть эти вот недомобилизованные ЛДНР, их какие-то там бандиты-командиры. В общем, там просто, ну, такое, такая солянка. И эта солянка, там такое уже прикипает. И запах-то туда такой идет. Кстати, об этом, ну, и, конечно, такая система не может хорошо воевать. Это очевидно. Об этом рассказывал журналист российской службы Би-Би-Си, который во всем там разбирается и давно за этой ситуацией следит. Послушайте, что он говорит. Там российские вооруженные силы, участвующие в этом вторжении, это не какая-то единая монолитная армия, а это сборная солянка, которая состоит там из каких-то пригожинских отрядов, кадыровских отрядов, каких-то корпусов народной милиции ЛДНР, мобилизованных в этих самопровозглашенных республиках, российской армии, Росгвардии, какой-то там, значит, ветераны Донбасса во главе с бородаемом, где-то по фронту бегают. Из-за того, что вот это такое хаотичное отрядов, понятно, что все эти люди начинали войну и думали, что сейчас они быстро победят, там их будут награждать, и они доложат Владимиру Путину о том, какие они успешны. Когда выяснилось, что война идет, мягко говоря, не по их сценарию, война проигрывается, то сейчас, конечно, все эти разные группировки начинают судорожно сваливать друг на друга вину в провал. Да, ну и, конечно, как я уже сказал, свои пять копеек ставил и Стрелков Гиркин. Он сказал, по-моему, борьба за власть начинается. Да что ты, мистер Очевидность? Говорит, что Кадыров не ладит с Лапиным. И вообще, ну, в общем, посмотрите на его пост. Тоже сунул туда, значит, свои пять копеек. Друзья, знаете, на фоне этого еще одно интересное. Как раз в эти дни генерал-полковник Лапин еще наградил своего сына, подполковника Дениса Лапиным. Ну, правильно, видимо, за удачное отступление из Лимана. В общем, наступательная операция российской армии превратилась в отступательную, местами убегательную. Мы активно это разбирали с Тарасом Березовцом на стриме, посвященном вот этому дню аннексии. И одновременно, когда уже мы наши почти забирали Лиман, послушайте его, там очень тоже интересно. Реально, это все уже живые мертвецы. Все эти Лапины, Кадыровы, Стрелковы, Гиркины, и Соловьевы, Скобеевы и прочие. У них на лицах было написано в Георгиевском зале Кремля. Скоро все там лежать будут. Друзья, держим строй. Луганск – это Украина. И БЗСУ. Слава, слава, слава. И слава Украине.